Вот диван, видите, стоит, который спирается вперёд, а этот сюда. Куча камней. Я, конечно, была в ужасе. Но если бы ребёнок спал, что бы было? Камни бы полетели на ребёнка. Детская на третьем этаже дома 14-16 по переулку Крыловской стала зоной отчуждения. Все игрушки и стол засыпаны камнями. Повезло, что никто не пострадал. Всё случилось рано утром, когда жильцы уже проснулись и собирались на работу. Всё, что удалось спасти от бомбардировки, Галина Бибикова отодвинула к другой стене. Теперь для детей в эту часть комнаты проход закрыт. Вот, пожалуйста, посмотрите, всё разбилось. Там всё в результате вот этих падений камнями. Вот уже несколько лет люди живут как в горячей точке. Но горячо здесь от эмоционального накала. С положением дел согласны только микроорганизмы. Из-за дождя по стенам льют водопады. Плесень разрастается на глазах. Если на голову не упадёт огромный кирпич, то обязательно в каком-нибудь месте провалится пол. Проваливаться ниже Оксане Нефёдовой уже некуда. Она живёт в подвале. Вместо фундамента – голая земля. Вот здесь полов нет. Здесь кочка на кочке. Одни сплошные дыры. Не может хозяйка свыкнуться и с отсутствием стены. Вместо неё стоит советский шкаф, который уже накренился. Украшает прозрачную перегородку обычный календарь. Стена здесь обвалилась ещё несколько лет назад, после того, как решили поклеить обои. Дело в том, что МЧС вызывать здесь не такая, видимо, степень разрушения. Может быть, когда уже дом совсем рухнет, тогда надо вызывать МЧС. Когда, не дай бог, в смерти будет, может, тогда на нас обратят внимание. Потому что, если вы сейчас подниметесь наверх, вы увидите, там четверо маленьких детей живёт. В ужасных тоже условиях. Дом признали аварийным только в прошлом году. Но в списках на очередь переселения жильцы до сих пор не могут себя найти. Стопку писем в управляющую компанию по толщине скоро можно будет сравнивать с советской энциклопедией. Исправно коммунальщики присылают только счета на ремонт. Никто нам капитально ничего не делал. Это мы сами делали. Сами клели, сами кого-то просили. Помощи нету никакой. Никогда. Мы не получали. Ну, хотя бы перекрыли крышу бы для начала. Тогда бы ещё дом стоял. А постоянно льётся, постоянно гниёт везде всё. Балконы, дома. Никогда их вообще не красили даже эти дома, сколько я здесь живу. Жильцы уверяют, обращались в районную администрацию. Даже ездили в Москву в приёмную президента. Но никто конкретного ответа так и не дал. Городской департамент ЖКХ поясняет. Проблемных домов слишком много. И денег на всех не хватает. Самый оптимальный вариант для них – это переселение в Бориса Грибска. Специализированные маневры. Каменка. Ну, им, конечно, будет далеко. Но, в принципе, у нас же живут люди на северном. Северный – дальше. Но жильцов не устраивает местоположение временных квартир. И количество в них – квадратных метров. Оказалось, в два раза меньше положенных. Да и боятся, что нет ничего более постоянного, чем временное. Наталья Бешкарева, Екатерина Лободина, Станислав Фоменко. Главное новости.